Работа.ру – портал для точного и быстрого поиска работы и персонала. Я думаю, что в компании Unilever работают люди, которые заинтересованы в собственном развитии, которые не сидят на одном месте с точки зрения внутреннего движения. Это люди, которые, ценности которых совпадают с ценностями компании, мы можем немножко потом поговорить о том, что это за ценности. Это люди, которые заинтересованы развиваться в таком направлении, как FMCG-индустрия, то есть индустрия товаров народного потребления. Это те сотрудники, для которых важно вносить вклад в бизнес-стратегию Unilever. А бизнес-стратегия Unilever – это, собственно, увеличить, безусловно, свое присутствие на рынке с точки зрения товаров. Но, с другой стороны, это так называемый план устойчивого развития. То есть делать это с уважением к окружающей среде, к уважением к те среды и того социума, в котором мы присутствуем. И фактически это сформулировано, как сократить воздействие на окружающую среду в два раза. То есть это те люди, которые совпадают с видением компании. Я понял. Это касается тех людей, которые в компании уже работают. А соискатели ваши, кто вам интересен? Какими знаниями и умениями должен обладать человек для того, чтобы вы взяли его на работу? Компания Unilever имеет достаточно широкий спектр. У нас есть производственные площадки, у нас есть отдел маркетинга, у нас есть отдел продаж. Поэтому мы, наверное, работаем со всем спектром соискателей, начиная от рабочих, кончая топ-менеджерами. Поэтому для нас важны как профессиональные качества, экспертизные качества. Безусловно, при отборе мы смотрим на профессионализм и на предыдущий опыт. Для нас важно и строить будущее поколение. Поэтому, безусловно, одним из важных элементов, которым работает моя команда и все остальные сотрудники компании по привлечению персоналов, взаимодействия и работы со студентами. Потому что мы понимаем, что ситуация демографическая в России такова, что мы должны идти в вузы, должны работать со студентами, потому что это будущее поколение наших сотрудников, наших менеджеров, наших руководителей. Вот мы чуть позже вернемся к студентам. Вы сказали о том, что у вас есть достаточно большие производственные мощности. Я знаю, что все плохо с специалистами по маркетингу в стране, я знаю, что все плохо с продажниками, но абсолютно катастрофическая ситуация с любыми производственными специальностями, с технологами, с людьми, которые могут что-то делать руками реально, с инженерами. Как вы решаете эту проблему? Ну я могу даже добавить к вашему высказыванию, что в принципе, если смотреть на индустрию товаров народного потребления, FMCG так называемое, то она с точки зрения производственных работников не самая привлекательная, потому что куда идут инженеры и технологи на автомобильные предприятия, на какие-то, где есть сложные технологические процессы. Но это на самом деле миф, потому что индустрия, она на производстве такие же сложности, как, допустим, на каком-то заводе по производству машин. Такой же сложный процесс с точки зрения инженерной мысли. Поэтому для нас это, безусловно, критичная область, в которой мы фокусируемся и работаем. Здесь мы работаем в двух направлениях. Мы идем в университеты, потому что мы берем, скажем так, студентов со скамьи, но мы работаем с искателями внешними в том числе. Мы работаем как через агентство, так и, собственно, прямым подбором. Смотрите, ну вот, допустим, пришел к вам человек в компанию. Наверняка очень часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда у него есть какие-то базовые компетенции, знания, но они недостаточны. Есть ли в компании какая-то школа развития сотрудников, либо какая-то система адаптации и так далее? Безусловно, для нас важен предыдущий опыт и квалификация сотрудников. Безусловно, важно. Но иногда решение, вот, например, если я как руководитель буду принимать решение, я во многих случаях решение принимаю с точки зрения будущего потенциала. Если у человека есть желание, есть желание развиваться, есть способность рефлексировать о себе как о человеке, который хотел бы построить карьеру, во многих случаях ты как руководитель принимаешь решение в пользу этого сотрудника. Даже если есть у него нехватка каких-то навыков профессиональных или какой-то экспертизы. Почему? Потому что всему можно научить. В компании есть несколько областей, в которых мы помогаем сотрудникам. Это с точки зрения онбординга, так называемый процесс ввода в должность или ввода в компанию, когда приходят новые сотрудники. Он, с одной стороны, достаточно структурированный, то есть у нас есть определенное понимание, какие элементы должны в него входить. Но, с другой стороны, это тот момент, когда новые сотрудники вводятся в культуру, в ценности компании. И для нас очень важно, чтобы для них это был какой-то очень знаменательный этап. После того, как они проходят этап адаптации, безусловно, есть тренинги по развитию профессиональных навыков. И практически в каждом функциональном подразделении есть определенные тренинги, определенные программы. И есть так называемые тренинги по развитию лидерских качеств. И нужно сказать, что на всех этапах, начиная от роли специалиста, кончая топ-менеджерами, у нас проходят сотрудники программы развития. А что за программа развития? Лидерских навыков. А зачем, допустим, торговому представителю, ну, хорошо, допустим, торговому представителю могу представить слесарю лидерские навыки? Ну, потому что лидерство не определяется должностной инструкцией. Это то, насколько эффективно ты выполняешь свою работу. С одной стороны, да, лидеры – это люди, которые ведут за собой команды, большие организации, маленькие организации. Но это лидеры, это еще те люди, которые, знаете, когда никто не может принять решение, человек принимает решение, и он лидер. Поэтому для торгового представительства лидерство настолько же важно, как и для топ-менеджера. Конечно, для каждого из этих этапов карьерного роста мы даем свою специфику лидерских качеств, свои тренинги, свои программы. Чем дальше, тем они сложнее, тем они подразумевают большую ответственность, большую экспертизу. А что дает сотруднику прохождение этих программ? Ну, прошел он эти программы, как он работал в своей зоне, так он и работает. Ну, возможно, стал работать чуть лучше, чуть-чуть больше зарабатывать. Все? Стать чуть-чуть лучше, стать эффективнее на рабочем месте, это уже много. Но, безусловно, если ты к этому относишься серьезно, то у тебя есть возможность вырасти, перейти на другие позиции, как горизонтально, из одного отдела в другой, так и вертикально, и дорасти до уровня вице-президента или генерального директора. Такие случаи прям бывают? Ну, вот, большинство наших руководителей, порядка 75% текущих руководителей глобальной компании Unilever, это люди, которые пришли в компанию через программу развития UFLP. Немножко расскажу, что это за программа. Расшифровывается Unilever Future Leadership Program, то есть это программа по развитию будущих лидеров. Она модифицировалась, ее история начинается достаточно давно, она модифицировалась по мере того, как менялась бизнес-среда, как менялся экономический контекст, но так или иначе она существовала давно. Так вот, большинство из наших руководителей на текущий момент это люди, которые выросли со студентов, построили свою карьеру внутри Unilever. Вы говорите о общемировых лидерах компании? Я говорю о глобальном. О глобальном. Многие из топ-менеджеров в России, которые сейчас, я могу привести несколько примеров, начинали студентами или выпускниками вот в этой программе, они сейчас являются директорами и работают в других офисах в других странах. А то, что касается офисов внутри страны, то есть вы говорили о горизонтальном росте, я хотел уточнить, может ли человек, который, условно говоря, работал в отделении компании Unilever на Дальнем Востоке, переехать каким-то образом в Самару, в Питер, в Москву или куда-то еще? И, собственно, что для этого нужно, каким образом вы определяете людей, которые действительно достойны этого? Я уже вам отвечала на вопрос, каким образом возможен рост в компании. Здесь одно решение, только желание сотрудника. То есть если он в определенный момент своего карьерного ожидания, карьерного роста говорит о том, что я хочу развиваться, и для этого я готов переезжать из одной страны в другую, из одного региона в другой, то компания только поощряет это. У нас есть внутренняя, опять же, программа, которая подразумевает определенный этап отбора с привлечением внешних наблюдателей, внутренних наблюдателей. То есть есть обратная связь, которую линейные менеджеры дают. То есть, безусловно, есть какая-то встреча ожиданий сотрудника с каким-то видением компании, как она видит сотрудника. Если эти оба элемента совпадают, то дальше только небо является ограничением, как говорят. То есть сотрудник может переезжать. У нас есть позиции в других локациях, в других регионах. И сейчас мы работаем над тем, чтобы российские таланты, российские, украинские, белорусские таланты, в том числе и занимали какие-то позиции существенные в глобальном юни-левере, то есть в других странах. Вот, Надежда, как раз хотел уточнить. Ведь не секрет, да, существует мнение о том, что у нас немножко разный менталитет. Там у людей, которые живут в России, на Украине, в Белоруссии. И у ваших западных руководителей, коллег. Каким образом люди могут адаптироваться там? Потому что все-таки зачастую здесь бизнес строится немного по-другому. Когда вы задавали вопрос относительно того, как мы выбираем и какие требования предъявляем сотрудников, наверное, на уровне офисных сотрудников, но я бы даже сказала, что на уровне производственных сотрудников это в меньшей степени. Но люди, которые работают вот уже в международном контексте, одной из компетенций является умение работать в межкультурном пространстве. Потому что у нас в офисе работает много иностранных сотрудников. Опять же, мы тоже приезжаем и взаимодействуем с коллегами из других стран. Так вот, вот эта компетенция, она на самом деле развивается за счет двух основных составляющих. За счет умения человек вообще понимать, что происходит вокруг. И компания, безусловно, проводит и межкультурные тренинги. И здесь есть система коучинга, система мендеринга, когда свои старшие товарищи, старшие сотрудники могут тебе подсказать что-то. Нам сейчас нужно прерваться буквально ненадолго. У нас небольшая рекламная пауза, и после этого мы вернемся. Работа.ру Портал для точного и быстрого поиска работы и персонала. Снова здравствуйте. В эфире программа «Работа мечты». В студии ведущий Денис Подзоров, Наталья Бархаева. И наши сегодняшние гости – директор по развитию компании Unilever Надежда Рябова. Еще раз здравствуйте, Надежда. До паузы мы с вами обсуждали одну из компетенций, которые существуют в компании. Я хотел перейти плавненько, так достаточно, наверное, к такому более объемному вопросу относительно ценностей, которые вы упоминали, и некой внутренней культуры, которая существует в компании. Вот давайте попробуем обсудить, о каких ценностях шла речь, и что такое культура внутри компании. В компании существует четыре сформулированные ценности. Это дух пионерства, это за счет инновации, за счет инновационного идей побеждать конкурентов, но и привносить какие-то новые идеи в то общество, для которого мы работаем, для тех клиентов, с которыми работаем, с тех потребителей, с которыми мы работаем. Это уважение, уважение как внутри сотрудников, внутри компании, это уважение к нашим партнерам, к нашим клиентам, это вообще в принципе уважение к любым взаимодействиям, к любым людям, с которыми ты, находясь на рабочем месте, должен взаимодействовать. Это ответственность, ответственность за то, что ты делаешь. У нас в компании существует кодекс ведения бизнес-принципов, и мы между собой шутим, что это счастье работать с чистой совестью. Это есть некий кодекс честного ведения бизнеса, когда компания не дает взятки, соблюдает законодательство той страны, в которой она функционирует и работает, когда нет места дискриминации, когда нет места воровству. То есть это то, что можно назвать, то, что я сказала, это работа с чистой совестью. Как же вы начинали работать в России с такими принципами в свое время? Вы знаете, когда ты ставишь это перед собой как основную ценность и основной постулат, на самом деле это не то, что можно работать, так легче работать, потому что ты несешь вот эту ценность вовне, и даже если ты встречаешься с каким-то, скажем так, сопротивлением окружающего контекста, люди все равно рано или поздно понимают, что компания, она существует надолго, и наша задача здесь не просто краткосрочно получить прибыль и уйти, а остаться, потому что мы работаем не для, не знаю, не для людей, которые требуют взятки, мы работаем для простых людей, которые покупают наши продукты. И контекст, он меняется. То есть компании, которые ставят вот это как глобальной ценностью своей, они могут поменять контекст вокруг. Я вам приведу небольшой пример, не приводя какие-то цифры, но вот вы знаете последние скандалы, когда там сыпались финансовые институты, какие-то компании банкротились, и много было очень всяких политических скандалов и так далее, экономических скандалов. Степень доверия простых людей к властным структурам, к каким-то финансовым структурам, она падает. Но степень доверия и ожидания от компаний, которые являются производителями товаров народного потребления, она возрастает. Поэтому мы чувствуем себя частью общества, и общество на нас глядит, как на компанию, которая работает ответственно. А вот если мы сейчас заговорили об ответственности, а есть ли в компании какие-то социальные программы для сотрудников, возможно, там, не знаю, для молодых мам или для тех людей, которые уходят от вас на пенсию. Есть подобные программы? Я, если можно, хотела бы закончить по поводу ценности. Да, давайте. Да, конечно. Ценность ответственности, ценность уважения, мы говорили про нее, ценность пианисту, и ценность, по-английски это называется integrity. То есть все, что мы делаем, мы делаем с пониманием того, что мы долгосрочно здесь надолго, то есть мы делаем долгосрочные результаты, и мы не выносим компромиссы относительно того, что мы делаем. Я хотела бы, продолжая тему ценностей, мы потом вернемся к тематике социальной ответственности, рассказать историю того, как скодировались ценности в компании Unilever. Потому что традиционно это делается большой каскад, да, то есть собирается руководство, придумывается это все, а потом это все спускается вниз, в каких-то мероприятиях. Причем зачастую я перебью, руководство само не верится в то, что придумало. Да, то есть в Unilever не было никакого каскада ценностей, потому что фактически было осознание того, что это ценности теми, что компания ими живет на протяжении уже большого периода времени. Что было сделано? Было просто, они были сформулированы, а дальше мы искали истории людей, которые на своем личном примере своей работы в компании могли бы продемонстрировать эти ценности. И мне потребовалось большого каскада, чтобы убедить людей, что это ценности, которыми компания живет. Я еще все-таки хотел уточнить относительно культуры компании, потому что очень нечасто встречается, люди много рассказывают про ценности, люди много говорят о компетенциях, которые должны обладать сотрудники, но при этом вот именно внутренняя культура это то, до чего еще в большей степени, наверное, все-таки у людей не дошли руки. Вот мне очень интересно, чтобы вы рассказали о культуре компании. Я как-то пыталась на одном из тренингов рассказать про организационную культуру. И, безусловно, перерыв сделал какую-то теоретическую работу, пыталась обозначить, чтобы людям донести и рассказать, что такое организационная культура. Я, собственно, катастрофически проиграла в этом намерении, потому что сложно очень объяснить культуру, это что-то такое, что очень неосезаемое. На самом деле культура – это то, какие мы есть. Когда ты входишь в офис, ты понимаешь, какая культура компании. Ты понимаешь, это черные пиджаки, галстуки и отсутствие улыбки, либо ты видишь достаточно раскованных, свободных людей, которые заряжены и работают над какой-то одной идеей или какой-то одной целью. Поэтому, говоря о компании «Юни Левер», я могу только вас пригласить к нам в офис, чтобы мы посмотрели, присоединились к нашей группе в Фейсбуке и почувствовали вот эту атмосферу и эту культуру. Но если как-то попытаться это прокомментировать и посуммировать, это, наверное, люди, которые понимают, что товары народного потребления – это очень зажигательный бизнес, потому что это то, что используют наши клиенты, наши мамы, папы, дети, бабушки каждый день, и мы работаем для них. И вот люди, которые заряжены на работу для наших семей, даже не поворачивается язык сказать «для нашего общества», потому что это люди, которые окружают нас. А вот в компании работают люди. Все остальное – это все остальное вторично. Вторично, в каком грескоде ты пришел. Вторично, если у тебя навыки на достаточном уровне, когда тебя принимают в компанию, потому что в компании есть возможность доучиться, безусловно, есть какие-то базовые требования, но мы всегда поддерживаем сотрудников, если им что-то не хватает. Но базовое – это вот эта заряженность на работу, заряженность на результат. У нас нет жесткого графика. У нас так называемое agile working. Agile working – это ты сам для себя выбираешь то, как ты работаешь. Подождите, у вас же производство. Как это нет жесткого графика? Да, когда мы говорим про производство, мы с вами понимаем, что производство – это линии, ты должен прийти и отработать. Безусловно, есть определенные профессии, когда ты не можешь себе этого позволить. Если мы говорим про офисных сотрудников, у всех есть технологии удаленного доступа. Ты можешь прийти попозже, прийти пораньше. В зависимости от того, как у тебя складывается семейная обстановка, тебе нужно забрать детей пораньше из школы, или наоборот, отвезти их в школу. Или ты только прилетел из командировки, и ты решил остаться и работать дома. Для этого есть возможности, потому что мы не оцениваем людей, потому что сколько времени они проводят на рабочем месте. Мы оцениваем их по результату, по тому, насколько они настроены на внутреннее движение к росту. У вас достаточно жесткие критерии отбора, насколько я понял. Да. Вы даете людям развиваться. Да. У вас нет отслеживания, сколько времени человек проводит на работе. Но вот скажите, ведь все равно существует текучка, все равно существуют предложения от ваших конкурентов, ваших замечательных сотрудников всяческим образом пытаются куда-то утащить. Вот каким образом вы с этим боретесь? И вообще есть ли такая проблема? Хотя, судя по тому, что вы рассказываете, может быть. Уж больно замечательные у вас люди должны быть. Безусловно, мы сталкиваемся с теми же проблемами, с которыми сталкиваются и наши, скажем так, конкуренты, иногда партнеры. Безусловно. Текучесть есть. Для меня главное, она, кстати, ниже рыночной. То есть мы в лучшей ситуации находимся, нежели наши конкуренты. Но здесь для меня есть очень важная базовая вещь. Это что компания должна соответствовать тому, что она о себе говорит. То есть если мы говорим, что мы развиваем людей, каждый менеджер в компании должен быть заряжен на развитие своей команды, своих сотрудников. Если мы говорим, что мы не управляем по присутствию на рабочем месте, а управляем по достижению результата, это значит, что каждый менеджер умеет управлять не по присутствию на рабочем месте, а по достижению результата. Если мы говорим, что у нас должна быть заряженность на достижение какой-то бизнес-стратегии, это значит, что все менеджеры, все сотрудники должны в это верить. И если ты, как вновь пришедший сотрудник, понимаешь, что вокруг тебя все заряжены, ты, соответственно, понимаешь, что компания тебя не обманула, и это соответствует ожиданию. Несмотря на то, что люди при уходе, ну это я сейчас говорю не про юниелевер, а вообще говорят, что уходят из-за большей зарплаты, из-за того, что офис находится ближе к дому, а, как правило, люди уходят от того, что не совпали стратегии компании с ожиданиями человека, и в большинстве случаев, потому что не сложились в взаимодействии с линейным менеджером. Давайте теперь вернемся к социальной ответственности, а то Наташа совсем на меня обидится. Да, ну в компании существуют, безусловно, элементы так называемой социальной поддержки, это медицинская страховка, страхование жизни, в том числе и сотрудников, и возможность по льготным ценам застраховать свою семью, мы поддерживаем женщин. Вообще, вот один из элементов поддержания женщины, что если в определенный момент времени она приняла решение заняться семьей, то это не значит, что ее списывают со счетов, и она не может вернуться в компанию, и ее не рассматривают как ключевой талант, например. Мы, наоборот, поощряем выход женщин из декрета и помогаем им войти в режим, в русло. Женщина, находясь в декрете, не списывается со счетов, и выходя на работу, за ней сохраняется рабочее место, и, как правило, наоборот, для нее ищется возможность развития, если она говорит о том, что она хотела бы развиваться, всячески это поощряется. Ну а если вы уже взяли кого-то на это место? Кто-то же должен работать? Ну, во-первых, по законодательствам мы обязаны сохранить за женщиной, и мы соблюдаем законодательство. Но, как правило, в большинстве случаев, в большинстве случаев, я не говорю, что это происходит во всех случаях, а динамика развития бизнеса такова, что возникают новые роли, новые позиции, и предлагается что-то другое, либо сохраняется та же самая позиция. Ну, то есть это вариант как раз того самого горизонтального роста и желания развиваться, о котором вы говорили. Я вот хотел вас попросить, чтобы вы на полминутки ненадолго попытались тезисно рассказать, почему работа в компании Unilever – это работа мечты. Это работа мечты, потому что это возможность привнести свой вклад во что-то большее, в создание, как мы говорим в компании Unilever, сделать жизнь людей вокруг чуть лучше, стать часть того, что меняет жизнь к лучшему. Это возможность реализовать себя. Если у тебя есть желание развиваться вертикально, горизонтально, здесь нет никаких ограничений, ты сам для себя определяешь тот лимит, в котором ты готов. Это возможность работать с чистой совестью, то есть в абсолютном соответствии с российским законодательством и с внутренним правилами компании Unilever. Это возможность быть причастным к тем ценностям, которые есть в компании. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. В эфире была программа «Работа мечты». Ее ведущие Денис Подзоров, Наталья Бархаева. И Надежда Рябова, директор по развитию персонала компании Unilever. Денис Подзоров, Наталья Бархаева. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...